В последние годы перелеты на самолетах занимают большое место в жизни людей. Но такой вид транспорта еще не так распространен, как, например, автомобиль или поезд. Поэтому многие путешественники все еще боятся летать на авиалайнерах. Преодолеть страх и дискомфорт, особенно при дальнем перелете на высоте нескольких тысяч метров, верующим людям помогает молитва, к какой бы религиозной конфессии они не принадлежали. По христианским канонам, искренняя мольба, обращенная к Господу или святым, не останется без ответа. Поэтому, планируя перелет, православные должны сходить в церковь, помолиться и попросить для себя удачной дороги. Следуя духу современного бытия, духовные наставники советуют ряд молитв в полете на самолеты. В православной традиции был неписанный закон о том, чтобы попросить Бога и святых в храме о тех, кто собирается путешествовать. Для этого случая есть и молитва перед вылетом на самолеты. Если в дорогу собирается кто-то из членов семьи, например, жена, то муж может помолиться за ее удачное возвращение. Читать молитвы о благополучии близких можно и дома. Перед перелетом нужно заказать молебен. После моления, священник благословляет и напутствует прихожан. Обратите внимание, если люди перед авиарейсом не могут лично прийти в храм, спросить благословение легко онлайн в интернете. Это таинство совершается бесплатно. Это не противоречит канонам РПЦ. Интернет – тоже письмо, но электронное. И если уж благословляет вас ваш батюшка через интернет, то по вере вашей да будет вам. Восклицательный знак. Восклицательный знак. Не сомневайтесь, говорит иеромонах Тихон. А самостоятельная молитва перед полетом на самолеты поможет человеку обрести душевное равновесие. У православных христиан много молитв, имеющих свою классификацию. Это утренние и вечерние молитвы, для начала и окончания дел, молитвы о здоровье и дыре. С ними обращаться нужно к разным святым. Но есть три, самые важные и действенные молитвы. Одну из них можно прочитать, когда слова других позабылись. И первая, это молитва ко Всевышнему, Отче наш. Каждый христианин знает ее еще с младенчества. С ней можно обратиться к Богу перед началом полета. Можно прочитать еще, символ веры, или, обращение к Иисусу Христу. Перелет на самолеты, ситуация повышенного риска, когда люди особенно нуждаются в поддержке. Поэтому в христианской традиции есть святые, к кому обращаются с просьбой о защите в пути. Есть и специальная молитва в дорогу на самолеты, с которой к ним обращаются. Как уже упоминалось, первоначально, нужно обратиться к Спасителю. Слова этой молитвы произносятся перед путешествием самолетом и во время полета. Она должна предшествовать обращениям к другим святым. Молитву «Прошение перед отправлением в полет» читают до перелета, находясь еще дома или до посадки в самолеты. Молитва перед дорогой на самолеты. Господи Иисусе Христе, Боже наш, стихием повелевая и вся горстью содержай, и гожи безны трепещут и ему же звезды присутствуют. Вся тварь тебе служит, вся послушают, вся тебе повинуются. Вся мужиши, сего ради вся милуэши, приблаги Господи. Такой ныне убо, владыка, рабов твоих сих, и мярек, моления теплые приемля, благослови путь их и воздушное шествие, запрещая бурям же и ветрам противным, и лодию воздушную целу и невредиму соблюдая. Спасительное и небурное по воздуху провождение им даруя и благое намерение совершившим им весело во здравии и в мире возвратитесь и изволь. Ты боиси спас и избавители всех благих небесных и земных подателей тебе славу воссылаем с обезначальным твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Обращение с молитвой к святому Николаю. На заметку, есть еще обращение с молитвой к святому Николаю, которое произносят перед полетом. Николай Чудотворец издревле покровительствовал путникам в дороге. Поэтому ее читают перед вылетом на самолеты, в воздухе и во время перелета. Молитва в дорогу на самолеты Николаю Чудотворцу может быть произнесена также за близких и дорогих людей, отправляющихся в поездку. Прочитав ее с искренней верой, можно защитить их в нелегком воздушном путешествии. Эту молитву успокоит и летящего на самолеты человека. Обращение к Пресвятой Богородице. В православии Пресвятая Богородица почитаема больше всех ангелов и святых. Поэтому о защите и спасении молят Деву Марию Христиане. Слова еще одной молитвы перед вылетом на самолеты, а Пресвятая Владычица моя, Дева Богородица, Адигитрии, покровительница и упование спасения моего. Сев путь, мне предлежащий, ныне хощу отлучитеся и на время сии вручаю тебе, при милосердой матери моей, душу и тело мое, вся умная моя и вещественные силы, всего себе вверяя в крепкое твое смотрение и всесильную твою помощь. Облагая Спутница и Защитница моя, усердно молю Тя, да не ползок путь мой сей будет, руководствуй мя на нем, и направи его, Всесвятая Адигитрии, яко же Самовеси, ко славе Сына Твоего, Господа моего Иисуса Христа, буди мя во всем помощнице, наипаче же всем дальнем и многотрудном путешествии с облюдимя под державным покровом Твоим от всяких находящих бед и скорбей, от враг видимых и невидимых, и моли о мне, Госпоже моя, Сына Твоего Христа Бога нашего. Да послед в помощь мне ангела своего мирно, верна наставника и хранителя. Да я коже древле даровал есть рабу своему Тове и Рафаила, на всяком месте и во всякое время хранивший его в пути от всякого зла, такой мой путь благополучно управив и сохранив мя небесную силою, здраво да возвратит мя, мирно и всецело к жилищу моему во славу имени своего святаго, славящее и благословящее его во вся дни живота моего и тебе величающе ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Просьбу о даровании мужества и спокойствия можно обратить к севастийским мученикам, прочитав соответствующую молитву. Длинные молитвы лучше читать дома, в спокойной обстановке. В суете перед посадкой на самолет, будет сложно сосредоточиться. Для этих случаев есть короткие молитвы, которые нужно часто произносить про себя, ангел мой, будь со мной. Ты впереди, я за тобой. Аминь. Во имя Отца и Сына. С нами крестная сила. Аминь. Молитва за ребенка перед полетом на самолеты. Перелет ребенка на самолеты, независимо от того, летит он со взрослыми или самостоятельно. Особый повод для беспокойства. Ведь неизвестно, как малыш перенесет путешествие. Для одних детей, это возможность полетать на воздушном корабле, а другие могут испугаться. В православии, для защиты детей есть особая материнская молитва. Во время полета на самолеты мать может читать эти сохранные слова, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Прошу матушку Божью дитя мое, имя, в путь дорогу благословить. Огради, Пресвятая Богородица, дититю мою плащаницей своей святой, ризой своей золотой. Аминь. Важно, родители должны позаботиться о том, чтобы на шее ребенка обязательно был крестик. Молитва к Богу перед началом перелета. По канонам РПЦ молитва перед иконами, как священным изображением, неотъемлемая часть общения с высшими силами. Поэтому в полет берется с собой небольшой образ святого, чье имя носит пассажир. Также рекомендуется взять с собой лик Николая Чудотворца Мерликийского. Икону большого формата можно заменить небольшими освященными изображениями, продающимися в церковной лавке. К нему и нужно обращаться во время перелета. Важно, маленький картонный образок, это не просто картинка, а действующая икона. В церковных спорах на эту тему, священники пришли к выводу, что Господь видит и простит, поскольку ханжество перед дорогой иконой не заменит искренность перед бумажной. Отцы православной церкви советуют, во время полета, во время сильного душевного волнения и переживаний требуется сразу произнести слова молитвы, вслух или про себя, и сделать несколько маленьких глотков святой воды, 100 мл жидкости допустимо пронести с собой на борт самолета. Перед взлетом святой водой необходимо окропить свое посадочное место. Нужно помнить, что православные христианини всегда защищены Всевышним и с ними ничего никогда не случится, если на то нет Божьей воли. После посадки нужно осенить себя крестным знамением и поблагодарить Христа словами «Слава Богу за все!». Для верующих людей нет сомнения в чудодейственной силе молитвы, она и помощник, и целитель, и оберег. Поэтому часто произносится молитва в самолете, чтобы хорошо долететь и справиться со стрессовой ситуацией при перелете. А в случае непредвиденной ситуации во время рейса, сохранить спокойствие и силу духа. Православным верующим следует помнить о том, что после удачного приземления нужно обязательно поблагодарить святых за их помощь в пути. Продолжение следует...